Елена Коробова держит в руках поводок, на котором еще вчера она выгуливала своего питомца, трехлетнего Лаки. Активный и жизнерадостный пес ладил с соседями, любил детей и не доставлял хозяевам проблем. Иногда Лаки отпускали на улицу одного, в ошейнике. Но после последней прогулки любимец семьи не вернулся. У меня трехлетний ребенок, они выросли вместе с дочкой, они вместе, как брат и сестра, так скажем. Мы зашли с дочкой домой, я думала, сейчас он погуляет, как обычно, он придет домой через час, как всегда, покушать. Ну вот, не пришел. Светлана Николаевна стала очевидцем того, как служба отлова усыпила собаку. Днем женщина гуляла со своим четвероногим другом, рядом с ними бегала Лаки. На стоянке неподалеку припарковалась машина, из нее вышел сотрудник службы по отлову. В поле зрения мужчины попал Лаки. Он пытался ее истребить, отловить. Но я подошла и стала ему говорить, что не надо эту собачку трогать, она домашняя, и на ней ошейник. Вы не имеете права. Я говорю, я вам ее не дам. Ну, не дадите, значит, будет ваша собака застрелена. Хотя она и на поводке. По словам Светланы Николаевны, в собаку выстрелили специальным препаратом. От испуга Лаки убежал во двор. Буквально через несколько минут женщина обнаружила собаку около подъезда, уже без признаков жизни. Служба отлова ее не забирала. Хотя он сказал, мы ее отломим, заберем приют, она у нас в приюте побудет, а потом мы их выпускаем. Но он этого не сделал. Он оставил собачку на смерть и сказал, что доза там небольшая, и с этой дозой с ней ничего не будет. В причинах смерти Лаки будут разбираться медики. Почему после укола собаку не забрали в приемник, как это делают с остальными животными, неизвестно. По правилам после отлова всех собак и кошек должен осмотреть ветеринар и принять решение об их дальнейшей судьбе. Если они здоровые, то прививаются и производятся процедуры стерилизации кастрации, биркуются, у нас сейчас используются бирки, и выпускаются снова в окружающую среду. Если собака и кошка заражена бешенством или другой неизлечимой болезнью, принимается решение об эвтаназии. После изменения системы финансирования городского приемника здоровые животные могут пребывать там не дольше 10 дней. По истечении этого срока их судьба в руках волонтеров и неравнодушных саровчан. Что же касается животных, у которых есть хозяева, то в этом случае стоит помнить правила «Мы в ответе за тех, кого приручили». И не отпускать питомцев гулять без надзора. Возможно, именно это поможет избежать печальных последствий. Дарится Парыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.